нам людям измученным двойками кричащими учителями и скучными домашними заданиями кажется что учиться по собственной воле но это что-то невероятное но оказывается и взрослые люди которые идут и с удовольствием получают новые знания более того платят за это не маленькие деньги вот об этом сегодня поговорим с белой качехиной эта программа честное слово и я маруся загорска когда я вижу что делают мои коллеги по рынку рекламируя свои услуги рекламируя своей компании мне иногда становится больно за пиар человек человеку конкуренции вот он выйдет они меня убьют я вообще не ассоциирую себя с инфобизнесом я ассоциирую себя с больше с образовательным учреждением это основы каждый год актуализируя которые добавляя к ним что-то еще ты будешь всегда конкурентно способен у нас тут реально крутых специалистов примерно полтора человека один из которых декрете а второй недавно переехал в москву но у меня ушел примерно год на то чтобы подобрать команду они же тебя подвинут тебя как развить проект если вам у вас там бюджет там миллион полтора миллиона среднем вот у нас там по замерам компании тратят из расчета до 1000 рублей в неделю это то что директор допустим компании может как бы вроде бы и не жалко я что-то делаю до 5000 рублей рекламу блогера продажи взлетели мы счастливые сидим все в жизни большая ответственно зато ты точно сделаешь хорошо было привет привет маруся давай сегодня обсудим проект который начался уже давно для начала расскажи что сейчас из себя представляет insider теперь это образовательный институт если мы уже так шагнем в будущее и будущие планы а это проект в котором друг за другом будут появляться различные курсы по различным темам направлениям все они будут практика ориентированы и первый курс будет посвящен продвижению он стартует уже с 16 марта с чего вообще вся эта история началась я долгие годы жила и работала в новосибирске и там это было нормой когда сообщество я сама пиарщик до сообщества пиарщиков маркетологов встречается общается делится какими-то кейсами потому что там я уверена и в целом что когда ты делишься какой-то информации и получаешь ее сообщество в целом становится здоровее проекту лучше рынок интереснее и там для нас это была норма там был такой прекрасный там пиар дэй он был очень известен в сибири потом я приехала в барнаул и тут такая ситуация что там человек человеку конкурент и не друг и не дай бог кто-то узнает что я делаю там своей компании я буду хранить это в тайне и никогда никому не расскажу о идеях о результатах точно мне как-то было дискомфортно и хотелось познакомиться с рынком посмотреть что здесь делается и вот я решила такой формат как инсайдер протестировать все мои знакомые мне говорили что никто это не поймет не примет но практика показала обратно что действительно людям это откликнулось мы начали общаться встречаться делиться своими кейсами а что сейчас хочет человек который идет к тебе учиться он хочет понимать во первых что сейчас актуально что сейчас работает что может действительно помогать во что стоит инвестировать до свои маркетинговые бюджеты свое жизненное время время работы своих специалистов что будет действительно работать кто будет работать с кем стоит строить свое взаимодействие как оценивать какие критерии качества вот наверное такой запрос это прежде всего слушай но мы живем в барнауле у нас тут реально крутых специалистов примерно полтора человека один из которых в декрете а второй недавно переехал в москву кто будет все это рассказывать ну вот наверное эти примерно полтора человека сейчас конечно когда мы видим что каждый третий стал пиар-консультантом маркетологом коучем блогером который расскажет как развитие продвинуть свой инстаграм можно было бы по идее вот три с половиной минуты набрать спикеров запустить проект и в принципе с этим двигаться но у меня ушел примерно год на то чтобы подобрать команду в которую у меня вошли 4 куратора разных потоков и там еще у меня пулт из порядка 15 экспертов которые придут и какие-то разовые активности проведут со студентами курса это все люди которые находятся в маркетинге пиаре очень долгие годы они практикуют не то что они где-то там начитались чего-то и в теории знают они действительно практикующие специалисты и они поработали и в те времена когда основной движущей силой там банально был пресс-релиз и сейчас активно и успешно работают в изменившейся реальности вот у нас допустим за направление там блогеры отвечают там екатерина сычева как маркетолог компании которые я веду я с ней неоднократно сотрудничаю я понимаю какой подход у этого человека к работе с компанией да какой эффект компания получает как она выстраивает коммуникацию заказчиком многим нашим блогером вообще стоило бы поучиться например этому плюс у человека есть базовое образование маркетинг и это тоже не так что ты там фотографировал сэлфи делал 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 бац и ты блогер и теперь ты научишь как набрать 10 тысяч подписчиков потому что у тебя они набрались благодаря тому что ты свой инстаграм открыл там в 2012 мы туда все друг на друга просто подписывались также там визуальные коммуникации таня риттер я честно со всеми этими людьми взаимодействовал особенно конечно тяжело мне дался выбор экспертов на пулы самым когда ты говоришь что ты там пошел на какие-нибудь марафоны или курсы которые научат себя маркетингу или прости господи блогингу то тебя при личном обществе на смех могут поднять да я вообще не ассоциирую себя с инфобизнесом я ассоциирую себя с больше с образовательным учреждением я сама по своей сути тяготею к фундаментальным знаниям и я считаю что в любом случае фундамент должен быть сильный это больше про знание именно как образовательное учреждение это действительно площадка на которой ты получишь хороший базовый фундамент это та теория это та отработка этой теории которые не сиюминутные это основы каждый год актуализируя которые добавляя к ним что-то еще ты будешь всегда конкурентно способен и сможешь работать с как вы будете заманивать этих людей измученных образованием ненужным грустным каким-то таким устаревшим вот смотри во первых по моему опыту да я училась в алтайском госуниверситете на отделении там пиар и рекламы ровно год я провела в стенах вуза после этого оформила индивидуальный график обучения и все остальное время я уже работала если сжать все полезные знания которые дадут дают в университете действительно можно там поместить его год но так как мы понимаем что у наших студентов нету этого года мы разработали такой план в котором есть всего 12 занятий по два часа и это действительно то время которое ты потратишь максимально эффективный получишь все данные знания которые тебе нужны и процесс построен таким образом что да у тебя будет теория ты будешь ее получать но будет также очень мощная практика и ты сможешь ее уже в рамках курса применить к своим каким-то действующим проектом ты сможешь задать вопросы экспертом показать то что ты уже делаешь получить обратную связь теория любое теоретическое занятие обязательно будет подкрепляться практической частью где ты сам что-то делаешь и получаешь обратную связь люди которые учатся в таком осознанном возрасте это обычно люди которые учатся постоянно они ходят на все тренинги крутым тренером ездят барнаул посетили наверное все самые крутые именитые ребята в области как раз там маркетинга будут сравнивать вас эти крутых ребят вот как вы для себя решили как вы будете конкурировать вот с этими московскими раскрученными парнями а знаешь наверное неправильно сказать что мы будем конкурировать с этими московскими парнями они немного про другое действительно это очень вдохновляет когда ты выходишь ты весь такой наполненный и ты думаешь сейчас я свернул весь мир все сделаю но к ужину обычно это проходит к завтраку ты уже даже не помнишь что когда-то ты где-то был все таки мы это действительно тоже когда ты что-то делаешь на протяжении месяца ты получаешь знания практикуешь ты постоянно апеллируешь именно к своему ежедневному опыту к своему проекту к региональной специфики когда нам дают рекомендации уважаемые коучи и тренеры маркетологи рассказывают например как развить проект если вам у вас там бюджет там миллион полтора миллиона да вот недавно я там посетила сама тренинг где таргетолог говорил можно настроить эффективный таргетинг при условии что на одну сеть вот мы возьмем instagram вы можете ну там тратите в районе ну миллион миллион двести какой проект в барнауле я расскажу вам сейчас как эффективно все настроить какой у нас проект в нашем городе так сколько в барнауле на таргетинг да если вы торговал 12 тысяч это успех в среднем вот у нас там по замерам компании тратят из расчета 1000 рублей в неделю это то что директор допустим компании может как бы вроде бы и не жалко я что-то делаю да больше это уже редко как использовать этот минимальный допустим маркетинговый бюджет какие каналы именно в нашем городе сработают ни один уважаемый эксперт не даст нам такую информацию ну смотри у нас помимо того что есть полтора специалиста есть еще 0 5 компаний в этом городе если ты вдруг обучишь там 20 30 40 эффективных классных крутых маркетологов они же тебя подвинут тебя я знаешь честно тебе скажу что никогда не боялась конкуренции чем вот искренне признаюсь что когда я вижу что делают мои коллеги по рынку рекламируя свои услуги рекламируя свои компании мне иногда становится больно за пиар за маркетинг зато отрасль в которой я работаю и если в результате моего проекта они перейдут на другой уровень станут более компетентными конкурентными я буду только рада мне достаточно работы проектов и чистом виде наверное сейчас образование это то чем мне искренне нравится заниматься и я планирую дальше развиваться в этом направлении твои остальные проекты ты же очень много ведешь они не страдают от этого видишь я готовила инсайдер который сейчас стартует 16 марта практически год даже чуть больше потому что у меня там ну грубо говоря там не каждый день я могла посвящать подготовки меня есть да действительно другие проекты возможно если бы я более массированно подошла к этому вопросу он бы появился быстрее мне интересно с точки зрения бизнеса ну то есть если ты запускаешь какой-то проект уделяешь ему время значит ты какую-то ставку на него делаешь не только который не только для продвижения себя но и для заработка если мы рассматриваем емкость этого рынка то безусловно это очень емкий рынок и образовательные проекты они могут быть финансово эффективными но у нас вот у нас в регионе я честно признаюсь что я делаю инсайдер с идеей которая выйдет за пределы нашего региона то есть мы сейчас здесь про 0 являемся такой пилотной тестовой площадкой на которой я тестирую определенные инструменты которые будут дальнейшем использовать определенные идеи свои гипотезы потому что мне здесь это действительно комфортно делать и хочется чтобы вот именно из нашего города все началось но проект выйдет за рамки региона и это будет уже этом перспективе этого года то есть уже на сегодняшний день все кто будут принимать участие на курсе который будет 16 марта стартовать они получат доступ к онлайн платформе на которой у них будет запись всех лекций которые они послушали с возможностью задать вопросы экспертом с заданиями то есть уже сейчас онлайн платформу мы начнем развивать в будущем конечно она станет такой важной частью данного проекта будут ли какие-то оффлайн встречи на других территориях да безусловно как минимум в ближайших регионах у нас уже есть партнеры я в этом плане считаю что объединяться с сильными с людьми у которых совпадают взгляды на образовательный процесс там на качество это правильно и поэтому у меня есть партнеры на которых я буду опираться в других территориях когда мы пойдем дальше у вас есть какие-то скалки ремни и прочие пыточные инструменты для ребят которые будут не вовремя сдавать задания или вы махнете рукой как бы и все пыточных никаких инструментов нет люди которые заполнили заявки и уже присоединились к проекту это люди у которых есть осознанный дефицит они приходят с болью то есть если мы будем там так это называть и наша задача эту боль им вылечить когда ты приходишь к доктору до который будет тебя лечить вряд ли тебе нужна дополнительная мотивация конечно программа в целом построена так что человека должно быть интересно так как большой блок практики это практика любая вовлекает это будет наверное мотивация но если там допустим ты не сделала задание но это все равно остается на откуп самого студента я еще все-таки верю что финансы которые ты вкладываешь свое образование хоть каком-то проценте могут быть твоей мотивации хотя мы прекрасно понимаем что есть и обратный тренд когда ты вроде просто заплатил ты вроде уже и получил образование сразу у себя внутри ты уже все денежки это это значит что я уже все знания получил но я искренне верю что продукт который мы создали он сам по себе интересный и мы сможем вовлечь людей во взаимодействие слушай вот и тогда давай обсудим цену я посмотрела цену можно же назвать 15 тысяч рублей до стоит слушай 15 тысяч рублей это не маленькие деньги для алтайского края почему вот выбрана такая цена вы как-то хотите отсеять двоечников которые не могут себе это позволить или я тебе так скажу что 15000 это очень маленькая цена за такой проект во первых это 12 занятий то есть если мы даже там элементарно 15 разделим на 12 мы понимаем сколько мы платим там за одно занятие плюс там есть дополнительные опции там сплит стажировка разбор маркетинговой стратегии разбор маркетинговой компании которые у тебя есть уже сейчас то что в принципе стоит гораздо 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 дороже если мы опять же вспомним тренеров которые к нам приезжают то зачастую там семинар однодневный может в принципе сравниваться там по цене с этой суммой плюс я считаю что качественный там любой качественный продукт должен иметь свою цену и да действительно мы я сознательно хочу отсеять тех людей которые там набьются по тысяче рублей лишь бы просто провести время или там галочку себе поставить или прийти одним глазом посмотреть хотя все равно 15000 это не такой отсеивающий механизм и я больше скажу что такая цена она обусловлена стартом проекта то есть все следующие потоки они будут значительно дороже ты говоришь что уже люди начали подавать заявки кто кто эти люди есть ли у вас какой-то отбор с вашей стороны например вы понимаете что вот этому человеку мы помочь не сможем убрать с него деньги будет там неправильно и нечестно отбор есть но он скорее такой пока интуитивный когда я начинаю общаться с человеком да он начинает сейчас со всеми потенциальными студентами я сама общаюсь когда мы начинаем общаться я допустим понимаю что наш диалог уже потерял нить адекватности и вряд ли мы сможем как-то конструктивно посотрудничать что нужно тебе сказать чтобы ты поняла что диалог потерял нить адекватности сейчас наверное уже будет как-то некорректно вспоминать ну там есть ряд вопросов по которым ты сразу понимаешь что это не тебе не к тебе и там кормить будут например примерно да да или там после когда ты там отправляешь человеку полностью описание где когда что сколько и он где когда сколько что и ты думаешь так ну ну возможно ладно еще раз объясним еще раз объясняешь и ситуация не меняется потому что вряд ли ты будешь эффективен а как ты относишься к тому что человек не сам приходит учиться его отправляет допустим компания потому что это очень часто история распространена когда есть какой-то проект с именем какой-то момент руководитель говорит а ты его нова завтра пойдешь учиться иванова думает я и так лучше знаю я могу сама там преподавать да что же они мне скажут знаешь у меня честно есть один мой очень близкий друг и у него есть компания и как-то он мне говорит слушай больно смотреть на маркетинг внутри компании давай ты их обучишь при том что у него маркетологами являлись непрофильные специалисты там администраторы там старший секретарь типа этот инстаграм будет вести по совместительству человек который на телефоне отвечает здравствуйте вы позвонили туда-то да вот у них примерно такая была ситуация в компании я говорю ну конечно давай я как бы тебе не могу отказать мы с ними встретились на первой встрече я думала что они просто вот он выйдет они меня убьют потому что они настолько не понимали зачем им тратить время пришла они так вроде все делают хорошо и вы может быть им бы вообще и не хотелось это делать и вот мы начали с на тотальном негативе но программа которая у меня есть обучающие она их настолько увлекла вовлекла сейчас искренне горжусь этим гейсом тем как они работают у них теперь есть там хорошая мотивация за их работу у них хорошие результаты и образовательные курсы которые я там проводила я периодически так делаю что допустим я привожу какого-то эксперта и приглашаю своих там клиентов партнеров друзей ну активно это не рекламируем и там чему-то вместе учимся и вот эти девочки они всегда там ты не успеваешь еще отправить какую-то новость в наш общий чат они уже все мы идем учиться и я действительно понимаю что мне удалось их вовлечь в процесс образования смотри они сейчас еще и самым агентство откроют его друга сейчас и самому учат примерно все чуть больше чем все я бы даже так сказала настолько сейчас все быстро развивается что инструмент который вчера сработал сегодня уже может не сработать а завтра он просто сольет бюджет и поэтому реально сложно найти людей которые в этом очень так хорошо рубят и поэтому я примерно год наблюдала за нашими агентствами с кем-то я работала с кем-то просто общалась и в итоге я пришла к тому что это сильно ребята just up мало того что они сами постоянно учатся у них постоянное внутреннее обучение они посещают тренинги я сама присутствовала на ряде их тренингов которые они проводят там для своих заказчиков и все равно я понимаю что было бы неправильно замыкаться на одном агентстве и в рамках этого потока придут еще и другие бродячие артисты так скажем самостоятельные специалисты и агентства и отдельные копирайтеры и таргетологи чтобы человек да мы ему дадим скелет но он посмотрит вариативность и для себя уже примет решение какой подход ему близок потому что сам я все-таки действительно сегодня это очень для кого-то smm это просто создание красивого контента для кого-то smm это глубинные аналитическая работа до в настройке таргетированной рекламы для кого-то это там тексты для кого-то это правильный stories и умение их использовать очень много путей и задача просто показать ты все время говоришь я учусь 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 и недавно ты своих подписчиков в инстаграме спрашивала чему ты научился за неделю я если честно крепко задумалась вот и ничего не написала и там был один комментарий вот ты чему научилась за неделю за последнюю неделю я честно скажу что основные мои знания получены от настройки crm системы внутри одну нашей компании мы сейчас встали на волну автоматизации и все знания мои они ну большая часть сконцентрированы на этом плюс я прошла еще одно обучение по копирайтингу и обучение у таргетолога по своему проекту а я вот за последний год прошла 16 обучений у таргетологов различных чтобы просто понимать хотя я сама не занимаюсь устройкой таргета у нас есть сторонние структуры чтобы контролировать да да что контролировать а вот наверное это ну и плюс у меня есть еще ряд там своих житейских новых знаний салат новый научилась готовить сейчас есть такие два тренда учебы первая учеба это как раз ты когда лишь такие функции вот такие знания фундаментальные а вторая учеба это марафоны желания я сейчас на визуализирую себе круглые ягодицы вот на визуализирую на весах и 49 килограммов вот это вот все вот вот как ты к такой учебе относишься знаешь я считаю что все что ты веришь все эффективно то есть если ты веришь в марафоны визуализации они наверняка тебе помогут я верю в действие и деятельность я верю что нужно делать и тогда у тебя там будет поэтому я честно скажу что все марафоны вот желаний там успешности там марафон там за 10 дней там упругие ягодицы это все мимо меня у меня действительно более фундаментальный наверное подход и вот я немного про другое да это что что да это же скука скучная так давай пройдемся нумеролог нет этот дизайн человека тоже нет я тебе так скажу что я наверное будет неправильно если я скажу там я вообще ни во что в это не верю это все мимо меня мне было интересно на каком-то этапе я там читала я узнавала что это такое но я в ежедневной жизни это не применяю то есть я не у меня честно скажу была одна история когда у меня был заказчик и у нас там допустим этап тендера и мне звонят его представители игры знаете вот нам нужны от вас данные вот ваша дата рождения время там место я говорю а зачем но вот вы понимаете у нас вот все понравилось в вашем предложении но надо узнать какой вы там психотипы там еще что-то и если вот это окажется не так как вот подходит наша компания у нас там есть пул психотипов и там чего-то еще с которым мы можем работать мы вот не сможем к сожалению с вами сотрудничать но тут видимо звезды мне улыбнулись и я попала психотип и действительно с этой компанией у нас очень хорошие отношения сложились мы долго и успешно работали то есть да конечно когда это случилось я почитала изучила что это вообще такое вот люди которые активно занимаются своим развитием в работе и раз самой работой особенно когда это много проектов и ты на фрилансе должен каким-то образом утрамбовать достаточное количество проектов чтобы там зарабатывать на этом они провисают в других сферах у тебя как с этим дела обстоят но видишь мне наверное повезло что все проекты которыми я занимаюсь сейчас это все проекты которые очень тесно связаны там с моей личной жизни с моей семьей да поэтому в этом плане наверное это помогает и у меня ну появилась давно уже я честно скажу что у меня там был такой опыт когда полностью там 24 на 7 меня занимала только работа я вообще не не чем себя там не радовала не уделяла время своим близким но сейчас у меня есть там правило что например там каждое воскресенье неважно там какие у меня там дела приглашения предложения я там поеду к бабушке и проведу время с ней каждый вечер я пойду гулять своей собакой и я уже соответственно планирую все остальные активности через призму этих приоритетов то есть если вечером вот у нас там какое-то новое мероприятие там я не знаю вручение там премии или что-то еще нет у меня есть более приоритетная задача и все а сложно работать с друзьями из со своей семьей ведь это же помимо прочего еще и риск например потерять не только клиента но и отношения если что-то пойдет не так я знаю возможно у меня вот так мне повезло по жизни что люди все с которыми я работала они в любом случае стали моими там друзьями либо там как минимум приятелями у меня нет ни одного случая с кем мы как-то сотрудничали у нас какой-то там остался негатив все мои там клиенты они до сих пор ко мне приходят мы созваниваемся они могут там вот там знаешь нам то 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 свет как думаешь и мы на контакте а с семьей ну понятно что это большая ответственность но все в жизни большая ответственность зато ты точно сделаешь хорошо есть такое правило что ты должен не обсуждать то есть работа и есть не работает и соответственно должен уметь не переносить одно на другое но это процесс и ему все учатся я просто в прошлом году была там на одном событии и чувствую что ну для меня это пустое возможно то что я раньше работала в этой сфере ты же сама события организовывала а почему ты кстати перестала это делать знаешь я считаю что все хорошо в меру и и сейчас мир тяготеет к кулуарности я в это верю и убеждаюсь на примере там своих проектов большие события но это такая ярмарки тщеславия своеобразные они сейчас уже много но по моим то я не хочу там никого обидеть это сугубо мое мнение теряют актуальность как и там супер макро блогеры да если мы сейчас если делали вечеринки то это вечеринки на которых присутствует очень маленькое количество людей это что-то закрытое это что-то супер концептуальное продуманное интересное так же как и блогер да там вендровер скорее ты продашь через микроблогера у которого 100 подписчиков и закрытый аккаунт как вот расскажи мне как это объяснить руководителю того же там автоцентра нужно ответить прийти учиться к нам в инсайдер но на самом деле я как бы тоже являюсь вот как корректно как корректно перевоспитывать взрослого человека который заработал немало денег и который считает что он тоже что-то да понимает но знаешь я вот базируясь на своем опыте я являюсь там руководителем службы маркетинга компании российский кафель у меня есть руководитель и каждый месяц там каждый полгода мы с ним согласовываем определенную стратегию есть те инструменты в которых он сомневается но я ему показываю что можно протестировать и тест например там это будет минимальный там стоит не надо сразу там весь маркетинговый бюджет отдавать в то направление в котором сомневается ваш руководитель давайте мини тестирование проведем он видит эффективность и это начнет работать опять же у вас это тоже гипотеза вы раньше этого никогда не делали если все прекрасно и все там продается то вряд ли вы будете что-то менять если вы решили что вам нужно попробовать что-то новое скорее всего у вас есть какая-то проблема если вы говорите там руководителю базируясь там на анализе конкурентов базируясь там на опыте других городов там посещенных мероприятиях обучения так далее но директор должен быть прямо наверное каким-то самодуром уже чтобы прям сказать нет и все если он вот такой ну наверное вам нужно собирать чемоданы переходить в какую-то другую компанию где вы сможете работать адекватно очень стало модно быть блогером очень модно и появились очень дешевые простые инструменты для того чтобы собрать 5 8 10 тысяч человек у себя в аккаунте каким образом вы вообще понимаете что этот человек действительно он может принести деньги из популярность узнаваемость а другой человек это всего лишь пустышка и я всегда говорю что это очень простой путь надо понаблюдать когда ты планируешь размещать рекламу какого-либо блогера ты просто начинаешь наблюдать что этот блогер делает да он ведет прямые эфиры какое количество людей смотрят он выкладывает посты кто их комментирует какая-то активность о чем он разговаривает образ жизни этого человека насколько его образ жизни очень смешно смотрится когда допустим блогер вот он там три там семь дней в неделю рассказывает или шесть дней в неделю рассказывает о том что он за зошу он занимается спортом есть там только брокколи потом на седьмой день а знаете вот шаурма открылась прекрасная шаурма открылась у нас на районе вот я так я люблю шаурму я вот купил ее именно здесь это не реклама нет просто я очень люблю шаурму но всю неделю ты был за зож и все предыдущие годы данный мир ты понимаешь что вряд ли действительно это а у нас сейчас к сожалению большинство компаний бездумно вот у нас есть там пул четыре блогера у нас есть четыре блогера которые рекламируют все начиная от вечеринок и заканчивая подгузниками включая тех у кого нет детей параллельно у нас развивается очень мощное течение микроблогеров чех людей которые себя не считают блогерами они у них нету рекламного прайса они не размещают рекламу за деньги но они реально эффективно работают тут нас буквально вчера была планерка там по как раз таки развитию через социальные сети и нам там один сотрудник сказал но как как мы будем с ними работать им же нельзя заплатить да в тупую им нельзя сказать там столько-то на держи и дырпы для них нужно особое предложение к ним нужен особый подход они должны увлечься они должны себя почувствовать причастными к тому что ты делаешь это долгий путь но я также уверена что то на чем мы ехали последние несколько лет это 5000 рублей рекламу блогера продажи взлетели мы счастливые сидим потому что это делали там только там мы да например потом стало сложнее рекламы мы стали перенасыщены и снова мы сейчас приходим к тому что маркетинг будет усложняться а есть люди которые тебе лично предъявляют претензии что у тебя не раскручены инстаграм вот опять же возможно действительно кто-то там из каких-то хейтеров такую мысль может у себя там где-то транслировать но из моих клиентов с кем я взаимодействую из моих коллег нет у меня есть кейсы которые я веду как маркетолог да я могу их показать и они хорошие живые эффективные то что я не раскручиваю там свой личный аккаунт это мое личное дело если мы посмотрим допустим у нас есть там ряд очень крутых агентств в россии которые действительно мощные там специалисты по маркетингу социальным сетям и так далее у них у некоторых их там ключевых сотрудников даже нет инстаграмов либо там 3 до 20 100 подписчиков расставляя опять же приоритеты невозможно успеть все и даже в карте своего дня расставляя приоритеты я скорее все-таки потрачу время на свои более приоритетные бизнес задачи чем на то чтобы там запасть доброе утро и так далее а